Покажешь вашу часть? Конечно. И я приобщился к пожарной команде. Будем сейчас пробовать. А вашу пусть изнутри покажешь нам? Которая является самым сильным пожарным спасателем на сегодняшний день в область. Ух ты! Две с половиной тонны куба воды и две с половиной куба пены. Я провел практически сегодня целый день. Привет, друзья! Снова вы на канале Витал Вейс. С вами Виталий Пескун. За моей спиной находится пожарная часть номер 2. Легендарная пожарная часть номер 2. Вот сейчас про нее я вам все расскажу. Друзья, берем Екатеринославские ведомости и читаем. В 1890 году губернатор Екатеринослава Дмитрий Николаевич Батюшков предложил выстроить в городе вторую пожарную часть. К тому времени в городе уже работала первая пожарная часть, которая находилась на Управской. Ныне Исполкомовская. Но она была стесня. Читаем. Строительство началось в 1891 году и было окончено уже через год. Комплекс состоял из нескольких кирпичных строений, пожарной части с наблюдательной каланчой, пристроенными одноэтажными конюшнями, дровяного сарая для сена и деревянных служб. Из бюджета Екатеринослава были выделены средства на покупку лошадей и пожарного инвентаря. Служба пожарных была тяжелой и опасной. Определенный распорядок рабочего времени и отдыха отсутствовал. Только раз в неделю пожарный освобождался на 3 часа для помывки в бане и мог только один раз в месяц за безупречную службу получить увольнение на сутки. Вот такая тяжелая служба у пожарных. А как пожарные работают сейчас, скоро узнаем. Идемте. Здравствуйте. Здравствуйте. По словам, я вас саду. Вы можете сажать, я деденка. А можно увидеть начальника? Зам начальника. Зам начальника. Зачекайте. Привет, Адем. Покажешь вашу часть, конечно. Ну что, друзья, идемте посмотрим жизнь пожарной части номер 2. Здесь корольное помещение. Люди здесь находятся в свободное от службы времени. Посмотрим, друзья. Идемте. Вот такое у вас здесь помещение, да? Ну нормально. После 23.00 люди, которые не несут службу в ночное время, отдыхают вот на таких топчинах. Разрешается снять верхнюю одежду. И сапоги. Ой. Ну нормально, ребят. Что смотрим? Ну вот так, друзья, идет активный отдых. Скажем так, не политинформация, как в мое время называли. Да? Советское время. Советское время. Ну вот, друзья, активно отдыхаем. И я приобщился к пожарной команде. Идемте дальше. По пожарной части Артем нам еще покажет интересные уголки. Быто пожарных. Так, Артем, что тут у вас дальше? Здесь находится кухня. Обед, ужин. О, пожарные готовят себе сами. И что мы тут кушаем? А покажи, покажи, что у вас на холодильнике. Добрый день. Привет. Здесь же столовая. Мы здесь кушаем. Очень вкусный обед. Слышишь? Сосиски. Друзья, ну вы знаете, я же мясо не ем. И вам, кстати, не советую. Будем сейчас пробовать. А что у тебя еще есть вкусненькое? Вот, друзья, речку я рекомендую. Ну, находится в мутей, учебный класс. В кабинеты руководства. А башенку изнутри покажешь нам? В башне, конечно, обязательно. Башенку изнутри покажешь. А какая смена по продолжительности у пожарного? Смена сутки. Сутки? Сутки через трое работали. Ага. Надеюсь, зарплаты достойны? Зарплаты, к сожалению, нет. Желают быть лучше. Желают быть лучше, да. А это что у вас? Это наши достижения спортивные соревнования, в которых принимает активное участие наша часть пожарная. Допустим, первое место по газодымозащитной службе. В 2017 год мы заняли первое место. И по сей год никто не может нас победить. То есть три года подряд мы уже берем первенство. А соревнуйтесь, по чем ты говоришь, по спорту? В футбол играют, в оленбол? Еще есть, да. Два года подряд мы уже выигрываем первое место среди Днепропетровского гарнизона по футболу. Товарищ майор, прибыл соревнование. Первое место, вторая часть. Молодец, Максим. Я знаю, звонили уже мне. Сегодня проходили соревнования. Полные экипировки пожарные поднимались на 26 этаж. Полном соревновании. На подряд что ли? ЖК «Панорама». Это где? Севастопольская. Весит снаряжение, если полностью все одеть, примерно около 25 килограмм. Принимало участие 72 человека из Днепропетровской области. И Максим занял первое место. Поднялся он в 26 этаж за 3 минуты 6 секунд. Друзья, наши пожарные лучшие. Это командир отделения в той части Максим Векович. Покажи медальки. Она за участие, она за пирамидой. Отлично, отлично. Который является самым сильным пожарным спасателем на сегодняшний день в области. Из 4000 человек он сильнее его и быстрее никого нет. Молодец. Спасибо мне. Наши лучшие. Молодец. Вот здесь музей. Сюда приходят детки, начиная от садика и заканчивая институтом. Красивенький у вас музей. Доброго вам дня. Здравствуйте. Добрый день. Ради вас бачите. У нас чудовий музей, але все начинается с историей. Тому пойдемте в старичный зал. Идемте, с удовольствием. Наша историческая зала Хачаи невелико, но саме тут можно узнать, что первая пожежная команда на территории Петербурга-Слащины появилась 174 лет назад. Работает? Работает, працюет, а вы понимаете, что сначала такого не было. Это уже 1900 год, а до этого все в руках, все на конях. На колочи стоять постановый, побачив пожежу и сразу в дзвину там зато за вами звонит. Прикоснуться к истории. Задзвонить можно? Вот смотрите, чтобы мы знали куда ехать. Сколько ударов, по такой улице и едем. Давайте. По другой улице поедем. Ого. Сверху ж было таки. Если мы тут будем... О, о. Прилип. И в Кашкете. Я прочитал, что каски были медные, они медные? Нет, это не медные. Медные каски, медная каска. Медная. Я прочитал в истории, что медные каски были начищены. Ой, я думал, она тяжелая, она легенькая. Ну, так вы что? А я думал тяжелая. Найбільше могу тут, но тут каски и немецкие, и ческие. Друзья, а Жузя в пожежнике? Треноваться нужно. Это повязково. Друзья, я вас приглашаю, приходите в этот музей. Ольга Ивановна расскажет вам самые интересные истории. Екатерина Слава, Днепропетровска и Днепр. Перейдемо с вами сейчас в сучасную залу. С удовольствием, идемте. Ну, сучасная работа рятувальника залежит от людей. Вот такие машинки открываются. Да, дитям особливо цикла, потому что не всеми такими приладами зараз уже користуются. Зменились рации, радіостанции изменились. Занедавно наши хлопцы были на Киевщине, 298 человек гасили пожежи лесовой. А мы только что сняли одного от Максима, он у вас сегодня лучший пожарный в области. Только что, когда мы с Артемом Кубки снимали, он на 26 этаж поднялся за 3 минуты. И нагадую про номеры телефонов. Их же 2, 101, 112. Треба ж всем людям говорить. Первый раз слышу. 112. Это то, что планируется сделать так, как в Европе, объединять все службы. Отдали рятувальник. А я хочу, как в Украине, а не как в Европе. Ну, прекрасно, как в Украине. Зараз знаете, что два наших номера. Про загиблих говорите треба, памятати треба. И музей працюет. Вот, когда мы говорим, дотримайтесь правил безопасности, мы говорим, подождите на красоту, на молодых, красивых. Загиблили тому, что кто-то просто порушил правил. Наши герои, наши награджения за різные ликвидации надзвичайных ситуаций, за порятунок людей. Зараз в Украине медаль за врятоване життя. Первым днепропетровцем из нашей службы, наградженным, стал Карка Стрига Геннадий Витальевич. Приходите сюда. Адрес вторая пожарная часть Юрия Савченко 2. А мы уже, спасибо, Оглеван, вам большое за такую кратенькую информацию. Мы с Артемом продолжаем движение по пожарной части номер 2. Идемте. Всего вам доброго. Артем, а здесь Керевный Киев. Керевный Киев, подразделение. Я знаю, с 64-го года фотографии все сюда выставляем. Некоторые, к сожалению, уже нет в живых. Артем, ты обещал еще показать башенку изнутри. Да, пойдемте. Идемте, друзья, башенку изнутри. Каланчат. Называется по-старому. Вот такая башенка. Изнутри. Вот, друзья, теперь вы знаете. Постовой, он поднимался на самый верх и нес там службу. Ух ты. Вот это бегали вверх, вниз целый день, туда-сюда, туда-сюда. Не бегали вверх. Он там дежурил, стоял постоянно. Это его работа была, там, следить за пожарами. И определяли, где задъявление, где пожар в Екатеринославе. И он тогда звонил в колотвал. Но, по-моему, на старых фотографиях, друзья, там еще одна надстроечка есть, но ее сейчас нет. То есть, в части налажена и ремонтная мастерская, скажем так. Вот такие вот у нас, получается, ребята, не только пожарные, а мастера на все руки. Они еще и слесаря у нас. Подмочь. Или сами справитесь. Я понял. Отлично. Друзья, идемте дальше. Так, вот это у вас гараж здесь, так понимаю, все машины стоят, да? Вот они все, у нас есть еще один. Еще один, да? А что ребята делают? Здравствуйте. Здрасте. Идет осмотр этого мобиля после пожара. Только мы, что приехали после пожара, это такая процедура, после каждого пожара осматривается пожарная машина. А что, с мишком что-то случилось? Нет, все хорошо, просто мы смотрим, вдруг какие-то неполадки, чтобы на следующий вызов машина была готова. Вот такие вот, друзья, техника у нас все на ходу, все класс, я правильно понимаю? Да, все очень хорошо. Все нормально. Друзья, здесь есть еще один гараж. Вот, а сейчас мы посмотрим, какая техника стоит здесь. Нам поможет. Владимир, пошли покажешь, какая техника стоит. О, какие красавицы, да? Что с этой машиной? Что за машина? Когда получено? Полностью автоматическая, разглаживается, устанавливается полностью вся, устанавливается в ответ на люльку, можно тушить как и нефтебазу на расстоянии, так и квартиру и так далее и тому подобное. Сколько кубов в ней? Две с половиной куба воды и две с половиной куба пены. Лестница какая выдвигается? Метров сколько? Тридцать два метра. Понятно. Понятно. Пошли сюда, посмотрим. Красивенькая машина, да? Что она еще умеет? Ну, скажем так, работает на ней комфортно, нормально? Да, да, очень удобная, комфортная машина. Ясненько, хорошо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дружная команда пожарной части номер 2 ДимаTorzok ДимаTorzok